В Ярославле продолжается борьба с незаконными торговыми точками. Сегодня под снос пошел не ларек, а целый магазин. Его ликвидацией была заинтересована даже полиция. Почему, выяснял Максим Григорьев. Вокруг торгового павильона на улице строителей сегодня был небывалый ажиотаж. Причина не предновогодняя распродажа, а снос строения. Приехавшие спасатели оценили масштаб той работы, которую предстоит выполнить. Суд постановил убрать магазин полностью. Сносить решили по частям. За дело взялись в буквальном смысле с огоньком. Без газовой горелки разобрать такую махину невозможно. Предприимчивый владелец магазина не хотел мириться с потерей собственности. Поэтому еще до начала сноса шел на всевозможные ухищрения. Здесь было судебное решение, но лицо, в отношении которого принято судебное решение, уклонялось путем перепродажи другим лицам, пыталось заменить ответчика. То есть всячески способствовало уклонению от исполнения судебного решения. Но справедливость в данном случае торжествует. Ну и закон, естественно. Как оказалось, претензии к этому павильону есть не только у городских властей, но и у полиции. Им поступали жалобы от местных жителей на расположившийся в павильоне зал игровых автоматов. Правоохранители неоднократно его прикрывали, конфисковывали автоматы, но предприниматели снова завозили одноруких бандитов. Теперь возвращать их некуда. Здание незаконно построено. И плюс четырежды за этот год в этом здании, конкретно в той части, которую сейчас демонтируют, располагались игровые автоматы. То есть ввелась незаконная горная деятельность. Поступали соответствующие сообщения от граждан, недовольных существующим вот этим положением. И проведенная работа управления МВД России по городу Ярославлью совместно с мэрией привела к тому, что Держинский районный суд вынес решение о сносе. Этот магазин снесли по вердикту суда. Но сейчас в Ярославле незаконные строения начинают ликвидировать и без судебных решений. Положение об этом уже вступило в силу. Власти размещают на здании объявление с требованием убрать нелегальную постройку. И если в десятидневный срок ее владелец не реагирует, то начинается принудительный снос. Максим Григорьев, Александр Быков, Городской телеканал.